Всем добрый день! Кому-то может быть уже даже ближе к вечеру. Рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре. Вебинаре от компании Мэмерт. Название нашего вебинара в этот раз следующее. Все дело в деталях, опции и аксессуары для оборудования Мэмерт. Меня зовут Александра Царевская. Как всегда, в подготовке данного вебинара мне помогает также моя коллега из отдела маркетинга Аника Мюллер. И, конечно же, как вы наверняка знаете, во время каждого вебинара у нас также активирован онлайн-чат, где вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире. Мы постараемся на них вам ответить. Если же подготовка ответа на какой-то вопрос будет занимать у нас дополнительное время, мы обязательно пришлем вам ответ на вашу электронную почту. Также, конечно же, если после вебинара у вас останутся какие-либо вопросы, мы всегда рады вам помочь. Пишите на электронную почту либо мне напрямую, либо на наш общий электронный ящик. В любом случае мы получим ваши вопросы и с радостью на них вам ответим. Наш вебинар займет примерно 35-40 минут и будет строиться следующим образом. Мы подготовили для вас небольшую презентацию с наиболее, ну, наверное, даже не наиболее интересными, но определенными опциями и аксессуарами. И затем мы хотим продемонстрировать вам некоторые опции и аксессуары на оборудовании, которое вы видите за моей спиной. Конечно, объять все, весь перечень опций и аксессуаров, которые имеет мемер в своем портфолио в одном вебинаре практически невозможно, поэтому нам пришлось сделать определенный выбор в пользу тех или иных моментов. Ну и давайте же приступим к нашей презентации. Итак, как я уже сказала ранее, все дело в деталях. Опции и аксессуары для оборудования мемер. Как вы наверняка знаете, для того, чтобы подобрать наиболее подходящее для того или иного применения оборудование нужно оснастить дополнительными опциями и аксессуарами. Процессы, используемые в лабораториях, отличаются, конечно же, друг для друга. И то, что подходит для одного применения, не всегда устраивает других коллег, использующих оборудование мемер. Поэтому мемер всегда старается разработать, подобрать наиболее подходящие опции и аксессуары. И первая опция, о которой мы хотели бы вам рассказать, это входные порты. Как вы видите на картинке, представленной здесь, вверху изображена задвижка или шторка из нержавеющей стали, которая закрывает входные порты снаружи. Они же представлены цветные силиконовые заглушки, которые закрывают входные порты изнутри, то есть во внутренней камере. В портфолио у мемер есть как стандартные входные порты диаметром 23 миллиметра или диаметром 40 миллиметров, которые также, так скажем, распределяются на две группы. Это стандартное позиционирование, то есть когда вы не должны, когда у вас нет возможности, так скажем, выбирать место расположения входного порта, либо же это входные порты с возможностью определить место расположения. Для того, чтобы подготовить информацию об этом, вам нужно использовать специальный чертеж и место возможного расположения портов обозначено розовой штриховкой. Как я уже сказала, стандартные порты это диаметр 23-40 миллиметров. Также, конечно же, у нас есть возможность изготовить нестандартные порты и для этого нужно обратиться к коллегам из отдела индивидуальных разработок M360 и через наш департамент M360 можно увеличить, ну то есть можно подобрать наиболее оптимальное для вас расположение портов, либо диаметр. Подходят эти опции, применимы эти опции для всех устройств и могут использоваться для различных применений, например, для подключения источников питания, шекеров, либо для подключения различных датчиков температуры и так далее. Следующая наша опция, которая даже не опция, это вот у нас аксессуар, решетчатая перфорированная полка из нержавеющей стали, либо решетчатая и перфорированная полка из нержавеющей стали, прошу прощения. Как вы уже видите, да, по изображению есть два, две разновидности полок. Максимальная нагрузка на стандартные полки составляет 20 килограмм и, конечно же, в зависимости от объема заказываемого устройства, помимо стандартных полок можно заказать и дополнительные полки. Как правило, стандартные комплектации это одна-две полки в зависимости от объема и, ну, например, для HPP камеры объемом 220 литров стандартная комплектация составляет 6 полок. Точное количество полок, которые идут по стандартной комплектации, вы можете посмотреть всегда в спецификации к оборудованию, либо в прайс-листе, и там же вы можете увидеть максимально возможное количество полок, которые можно разместить в камере. Обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на максимальный, максимально допустимый вес, который можно размещать в камере для того, чтобы не было перегрузки. Я думаю, что можно приступить к следующей опции. И следующая наша деталь – это термополка. Как вы видите, аксессуары B00733, B00735, а также B00741 и B00744. Данная термополка разработана специально для наших вакуумных сушильных шкафов. И на схематическом изображении справа вы видите красной полоской обозначен силиконовый нагревательный мат, который интегрирован в саму полку. И также в центре располагается локальный температурный датчик, благодаря которому можно отслеживать температуру. также в каждой полке есть индивидуальная защита от перегрева. И данные полки изготавливаются в двух вариантах, либо из алюминия, или из нержавеющей стали. И в зависимости от того, какой материал наиболее применим для ваших образцов, вы можете выбрать тот или иной вариант. Также я бы хотела еще обратить внимание на количество термополок, которые возможно разместить в оборудовании. Для объема 29 литров, возможно, одна полка. И для объема 49 или 101 литр стандартная комплектация. Возможно размещение двух полок. При этом у нас также есть опция T9, так называемый премиум модуль. И благодаря этому можно увеличить количество термополок, термополок, которые возможно разместить в камере. Соответственно, для размеров 29 литров можно уже разместить две полки, а для 49 или 101 размера можно уже разместить четыре полки. То есть в два раза увеличить количество возможно размещаемых полок во внутренней камеры. Следующий наш аксессуар – это набор для штабилирования. Для того, чтобы экономить место в лаборатории, конечно же, можно использовать возможность штабилирования оборудования друг на друга. Нужно учитывать, что возможность штабилирования предусмотрена только для оборудования, которое имеет одинаковый размер. И разрешено штабилировать камеры размером до 110 литров. И для данных камер, как вы видите на картинке сверху, используется четыре угловых модуля. Специальный комплект для штабилирования камер HCP, ICA и ICOMED размерами 150 и 240 литров используется специальный кронштейн и крепится с помощью соединительной пластины и двух регулируемых настенных кронштейнов на задней панели. Потому что, как я уже сказала, данные камеры для предотвращения риска опрокидывания данных камер. Следующий аксессуар – подставка. Есть два вида подставок. Передвижная подставка на роликах и для размеров 30-75 литров высота этой подставки составляет 660 мм. Для оборудования 110-160 высота уже чуть меньше – 560 мм. И также у нас есть ассортименты подставки с возможностью нивелирования благодаря винтам, установленных в ножках. И подставки с возможностью нивелирования высотой 130 мм. Следующая опция, о которой мы хотели бы вам рассказать – это усиленная камера. Возвращаясь немножко назад к теме перфорированных полок и решетчатых полок, нужно сказать, что мы также предлагаем усиленные полки и решетки, которые могут вдерживать груз до 60 кг, в отличие от стандартных полок. И для того, чтобы размещать усиленные полки, нужно использовать опцию K1 – модификации камеры для применения усиленных перфорированных полок. Нужно обратить внимание, что данная опция не применима для медицинских изделий в связи с тем, что медицинские изделия мы не имеем права каким-либо образом модифицировать. Это связано с разрешительной документацией. Но для устройств HPP-ECO, ICH, ICH-ECO, ICP-ICP-ECO, для универсальных сушильных шкафов, а также для инкуборатов IPP-ECO и IPP-ECO+, данная опция возможна. Следующая наша опция – опция B6 и опция D4 – блокировка двери. Для простой механической блокировки двери, то есть это механический дверной замок с ключом, можно использовать опцию B6, которая применима для всех устройств. Но помимо этого есть устройство блокировки двери, программируемое в зависимости от процесса – опция D4. На изображении справа вы можете видеть схематический график программы, который демонстрирует, что во время старта программы дверь блокируется и при достижении определенной температуры, то есть когда камера уже остыла до определенного размера, дверь автоматически открывается. Следующая наша опция, о которой мы хотели бы вам рассказать – это датчик температуры. Опция A6 и H8. Опция A6 доступна для моделей с сингл дисплеем, то есть это у нас инкубаторы, универсальные сушильные шкафы и стерилизаторы с одним дисплеем. И данная опция способствует расширенной защите от перегрева с помощью дополнительного датчика 5100. Опция H8 представляет из себя датчик температуры, который может быть свободно размещен во внутреннем пространстве или в образцах для локального измерения температуры. К сожалению, в нашей презентации закралась небольшая ошибка. Здесь указано, что максимально возможно разместить три дополнительных датчика. Это не совсем верно. Максимальное количество датчиков – это одна единица. Конечно же, мы исправим эту небольшую ошибку, когда будем размещать презентацию на нашем портале для скачивания. Итак, возвращаясь назад к опции H8, измеренная температура может отображаться на дисплее и может быть задокументирована с помощью программного обеспечения от MyControl. И данная опция применима для устройств с twin-дисплеем. Перейдем к следующей странице нашей презентации. И здесь мы хотели бы вам рассказать о двух опциях. Это R0 – внутреннее освещение и R3 – внутренняя розетка. Внутреннее освещение для наблюдения за образцами доступно для устройств UIS, так называемые. То есть это универсальные сушильные шкафы, инкубаторы и стерилизаторы. Для IPP и ICH также возможна данная опция, но не через наш стандартный прайс LIS, а через департамент индивидуальных разработок M360. И функция R0 возможна только для оборудования с twin-дисплеем. Внутренняя розетка, как вы можете видеть на картинке снизу, голубого или синего, наверное, точнее цвета. Внутренняя розетка для возможности подачи питания, например, для орбитального шейкера. Нужно учесть, что для данных розеток нужно ограниченный диапазон температуры, то есть максимальная температура, которая может быть использована в камере при размещении функции R3, не может быть более плюс 60 градусов. доступна для устройств универсальных сушильных шкафов инкубаторов, также IPP, IPP-Eco+, HPP, ICH, ICH-ECO и ICP. Следующая наша страница презентации и опция практически газонепроницаемая камера и газовый ввод. Данная опция предполагает, что внутренняя камера изготовлена и сварена почти полностью герметично и полностью газонепроницаемая. Это функция К2. И также возможен подвод и отвод газов через два шаровых крана. Это опция К3. Данная опция применима для универсальных сушильных шкафов и может использоваться для работы в почти герметичной среде. например, как для предотвращения повреждений электронной части парами, так и для предотвращения рассеивания газов. И также возможна подача инертного газа для работы в инертной атмосфере, для предотвращения или контроля возможного небольшого возгорания. Перейдем к следующей опции. Опция H6. Секундочку, я немножко запуталась в своих подсказках. Все в порядке. Итак, данная опция... Нет, я не помню. А, вот теперь все в порядке. Итак, данная опция называется «Контакт со свободным потенциалом». Опция H6. На нижней картинке вы можете видеть заднюю сторону устройства, где установлен трехполюсный разъем. И данная опция может использоваться для всех устройств. Можно подключить внешнюю систему мониторинга или использовать свободный контакт для подключения и выключения внешних устройств. Следующая страница – это опция Mobile Alert, опция C3 или C4. С помощью данной опции можно настроить получение индивидуальных сообщений об ошибке, которые направляются через SMS на мобильный телефон. Уведомления по SMS в случае ошибки, тревоги устройства. Возможно для оборудования УИС, то есть универсальных сушильных шкафов, инкубаторов, стерилизаторов, ICP, IPP, HPP, ICH, ICH, ECO и также для Commerce TC и TTC. Для опции C3 всегда требуется дополнительная опция H6 – это контакт со свободным потенциалом, о чем мы говорили на предыдущей странице нашей презентации. И опция C4 также – это Mobile Alert, но данная опция предусматривает, что устройство имеет отдельный беспотенциальный коммутационный выход, который запускает как раз таки Mobile Alert для каждого параметра. Следующая наша опция, о которой мы вам хотели бы рассказать – это токовый интерфейс опции V3, V7, V9 или V1. Токовый интерфейс можно использовать для точной передачи аналоговых сигналов на большие расстояния. Используется для того, чтобы осуществлять связь между различными видами оборудования. И данная опция помогает перевести информацию на понятный язык в лаборатории. Следующая наша страница и опция B0 и B3 – полноразмерная стеклянная дверца. Как вы видите на изображении, данная опция предполагает, что центральная часть двери заменена на стеклянный пакет. И возможны два варианта. Для максимальной температуры до 250 градусов используют опция B0. Но если камера работает при максимальной температуре до 300 градусов, то здесь нужно использовать опцию B1. Данная опция применима для устройств универсальных сушильных шкафов, также проходных сушильных шкафов, парафиновых и камер CTC и TTC. Итак, опция B5 – устройство распознавания открытия двери. Данная опция применима только для устройств с twin-дисплеем и может применяться для оборудования HPP, ICH, ICH-ECO, IPP, IPP-ECO+, также для проходных сушильных шкафов и парафиновых сушильных шкафов. Для ICH-L, ICH-L-ECO, HCP, а для CO2-инкубаторов данная опция является стандартной комплектацией. И ниже в табличке вы можете видеть, какие функции выполняет данная опция для того или иного оборудования. Например, для всех устройств, где используется данная опция, на дисплее происходит индикация и запись в файл протокола открытия двери. Для UIS оборудования, а также для проходных сушильных шкафов происходит отключение нагревательных элементов. И далее по списку, я думаю, что сейчас перечислять просто все вот эти функции нет необходимости. При необходимости вы можете посмотреть дополнительно более точно эту информацию либо в прайс-листе, либо в нашей презентации, которая будет в портале для скачивания. Следующая опция – воздушный фильтр, опция R8, прошу прощения. Фильтр приточного воздуха со степенью очистки 80% устанавливается на дне устройства. И для данного фильтра требуется обязательно либо роликовая рама, либо подставка. Данный фильтр применяется для оборудования с применительной циркуляцией воздуха. И, конечно же, мы не можем точно сказать, какова должна быть периодичность замены данного фильтра. Это зависит от того, в каком формате используется то или иное оборудование. Данный фильтр применяется для универсальных сушильных шкафов и для инкубаторов серии И. Аксессуары, о которых мы сейчас хотели бы вам рассказать, это съемный удлинитель для трубы. Аксессуары номер B29718 и B29719 имеют две формы, как вы видите, изогнутой и прямой. Съемный удлинитель трубы, внешний диаметр его составляет 63 мм, внутренний диаметр составляет 57 мм. Используется для каналов утяжного воздуха, например, при необходимости подключения шлангов. И данный опция применима для УИС. Оборудование, универсальные сушильные шкафы, инкубаторы серии И и стерилизаторы. Следующая наша тема – аксессуары подключения к центральному водоснабжению. Доступно в двух вариантах. С картриджами очистки – это будет опция R6 и без картриджа очистки – опция R7. Могут использоваться для подключения одновременно до трех приборов. И если используется водопроводная вода, то здесь необходимо использовать подключение с картриджем очистки. Если же есть в наличии центральное водоснабжение дистиллированной водой, то можно использовать без картриджа очистки. Также существует система измерения уровня pH для индикации замены использованного фильтра. И данная опция применима для климатических камер HPP, HCP и ICH, ICH-ECO. Финальная страница нашей презентации – HEPA-фильтр 14, аксессуар B49800. HEPA-фильтр 14 для камеры в соответствии со стандартом EN 1822. Упакованный в стерильном состоянии, также включает фиксирующий корпус. Используется для оборудования ICA, ICA-ME, то есть для наших CO2-инкубаторов. На этом мы бы хотели завершить презентацию, которую мы для вас подготовили. Модели, как я уже упомянула в самом начале, это лишь некоторая часть опций и аксессуаров, которые доступны для моделей оборудования MMRT. Полный перечень, конечно же, вы можете увидеть либо в прайс-листе, либо в наших брошюрах. Также не забывайте о том, что наш отдел индивидуальных разработок M360 предлагает большой перечень уже нестандартных опций и аксессуаров, которые доступны для заказа. И сейчас мне бы хотелось перейти к демонстрации имеющихся в наличии опций и аксессуаров на оборудовании. Я подвину стул немножко в сторонку для того, чтобы не загораживать обзор. Итак, первая камера HTP, которую я бы хотела вам показать. У нее не совсем стандартный внутренний вид, потому что здесь расположены, как я уже сказала, некоторые аксессуары. Итак, первое, что бы я хотела вам показать, это опция входной отверстия. Я чуть-чуть поверну для того, чтобы было лучше видно. Вот здесь располагается зеленая силиконовая заглушка. Выглядит она таким образом. Опять чуть-чуть еще поверну. К сожалению, это до конца не видно. Достаточно генетично. В данной камере две. Два входных отверстия напротив друг друга с двух сторон. И с внешней стороны выглядит следующим образом. Сейчас я вам покажу внешнюю шторку, которая закрывается данное входное устройство. Ой-ой-ой. Не совсем плотно закрывали. Сейчас. Что-то. Вот здесь открыто. Можно вот так вот закрыть. Что бы я еще хотела продемонстрировать во внутренней камере данного оборудования? Не совсем я по порядку пошла в живой демонстрации. В данной камере у нас также располагаются три внутренних розетки. Одна розетка вверху. Сейчас я вам беру руку, чтобы ее было лучше видно. Вот так вот. Достаточно хорошо. Она закрыта наружной крышкой. И внизу данной камеры расположены еще две аналогичные розетки, но их, к сожалению, не видно. Также здесь вы видите стандартная решетчатая полка. За ней два температурных датчика. И здесь также располагается датчик влажности. На другой камере HPP я бы хотела вам продемонстрировать опции, о которых в нашей презентации речи не шло, но которые я нахожу тоже очень интересны, а именно световые модули. Я чуть-чуть сейчас поверну камеру, чтобы было лучше видно. Световой модуль. Ну вот так. В данной камере расположено 7 модулей с каждой стороны, то есть всего 14 модулей. И возможно заказать 3 разновидности световых модулей. Это холодный свет, опция Т7. Холодный и теплый свет, это опция Т8. Либо это теплый свет, опция Т9. Также можно выбрать необходимое количество световых модулей, которые можно расположить в камере. Данная камера у нас не имеет дополнительных опций. К сожалению, живая демонстрация опций не настолько большая, как информация, которую мы вам предоставили в презентации. Возможности продемонстрировать все опции, аксессуары вживую, ограниченные нашими, так скажем, возможностями помещения. И если же у вас остались какие-то вопросы, и вы хотели бы увидеть ту или иную опцию в более подробном формате, вы можете обратиться ко мне. Я пришлю вам либо дополнительные фотографии, либо можно сделать видео при необходимости. И, конечно же, в любом случае, как я уже сказала ранее, если какая-то тема осталась не освещена в данном вебинаре, обращайтесь. Мы обязательно вам ответим, более подробно расскажем. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. И до новых встреч. До свидания.